всем привет ленивые новости подоспели горячие как пирожки вашей бабушки компания валв представила свою новую консоль steam deck это консоль похоже на switch от nintendo и теперь там можно играть настоящий пока игры но не так быстро вы радуетесь потому что все мы знаем сколько может продержать тот же ноутбук компьютерные игрушки если он будет работать от батареи ничего удивительного если эта консоль будет садиться там в течение часа игры какую-нибудь там современную игрушку да она вроде как неплохо их тянет потому что разрешение экрана очень небольшой 720p всего лишь но суть этой консоли в том что она будет стоить всего 400 долларов но эта цена за минимальную версию 64 гигабайта будет и 256 и 512 и есть смысл конечно брать большую потому что игры сейчас занимают очень много тем более все будет играть современные именно игры которые сделаны изначально для пк тут же там call of duty сами знаете смесь из компании занимает уже чуть ли не 200 гигабайт поэтому я думаю стоит там даже брать версии наверное если будут потом конечно дальнейшем и на терабайт вообще не интересно там встроенная вроде nvme накопитель ssd можно ли его вообще выкупить минимальную версию 64 гигабайта купить саму этот ssd nvme я не знаю там м2 или какой-то внутри стоит и саму туда поставить просто на терабайт или на 2 терабайта так будет наверно выгоднее у собак в отличие от волков нашли врожденные способности понимания человеческих жестов так установили что собаки чаще чем волки устанавливают с человеком зрительную связь тем самым отслеживая его действия и более адекватно понимают все его движения новость от apple и у них разбегаются сотрудники все новостные редакции рапортуют о том что как ай-яй-яй как типа все это плохо и почти после чего это случилось после того как сотрудников изначально отправили на удаленку они на удаленке поработали им очень понравилось работать у себя дома и теперь их понемножку начнет возвращают в офис и тем самым им начинает это не нравится и начинают бастовать и начинают увольняться и мне кажется для россии для нас вообще очень смешно может выглядеть такая новость что после после такого просто взять и уволиться из компании apple я бы не стал например же осенью microsoft представят новый windows 11 и вроде как уже говорят что для windows 10 будет последнее обновление на самом деле минорное обновление все равно конечно windows 11 windows 10 будут присутствовать они будут ее поддерживать и дальше но в любом случае как и при выходе любых новых моделей всегда основной фокус направляется уже на новую версию и конечно нужно как бы идти в ногу со временем устанавливать себе новые операционные системы тогда наш мир будет развиваться и технологии тоже яндекс представил очень интересную функцию пока на работы только в их яндекс браузере она умеет переводить на лету голосом видео допустим такие как с ютуба допустим если вы смотрите англоязычные ролики он будет вам озвучивать на русском языке мне вот и удивительно почему сам youtube до сих пор не представил аналогичную функцию ну хотя бы на какие-то основные там языки мира да я понимаю что основной язык мира это английский все в мире знают английский только мы одни его не знаем не за может только я или может вы знаете но суть том что это было бы очень удобно очень много знаний очень много интересного есть на английском ю тубе и да было бы офигенно если бы у нас наш народ мог получить доступ к этому и мог пользоваться беспрепятственно это понимать соответственно не изучая английский язык изучать английский язык нужно я не спорю но не каждый понимает он настолько чтобы свободно воспринимать ту информацию которую излагают английские видео илон маск заявил что спокойно переживет провал кибер трак если он вдруг не будет продаваться из-за своего спорного дизайна дизайн на самом деле тоже я считаю очень спорным у этого кибер трака и вообще не если честно похож на такую автомобиль который вообще не выйдет продажу и больше сделан для пиара что скорее всего мы скоро как раз и узнаем был ли это шаг просто пиара либо это действительно автомобиль который будет продаваться ездить по улицам недавно все начали кричать что apple снова замедляет свои смартфоны и это касается уже новых моделей уже у некоторых начали тормозить после версии ios 14.6 и iphone 12 и iphone 11 на самом деле у меня xs max телефон до 10 получается и я не сильно замечаю что вообще что-то поменялось и у меня все отлично вообще работает я не знаю у кого там может какие то есть проблемы но десятки работают отлично не знаю как 11 и 12 почему это не работает на почему тормозят именно новые телефоны у людей это вот вопрос больше к apple подтвердить это к сожалению не могу но пишите если у вас новый iphone и у вас проблемы после четырнадцать шесть будет и думаю интересно всем почитать в китае начали строить первый наземный малый атомный реактор в мире по какой причине вообще почему малые реакторы сейчас начинают быть более популярным и давно уже у какого-то ученого нашего слышал о том что вообще крупные реакторы атомные строить небезопасно это подверждает этот же чернобыль и нужно строить маленькие и много и соответственно тогда как маленький проще контролировать в них проще вот эти все процессы происходят соответственно намного намного безопаснее и нужно строить маленькие реакторы хотя у нас как бы наша атомная индустрия вроде как в этом направлении не сильно хотела двигаться и вот он как раз об этом и рассказал что у нас как бы не хотят принимать такие вещи но вот китайцы решили провести по ходу первые эксперименты построить все-таки такой реактор и возможно такое станет будущем атомной энергетики apple выбили со второго места в рейтинге популярности продаж смартфонов а теперь на первом месте samsung на втором месте xiaomi которая раньше была следовала за и плаву потом уже только у нас идет компания apple xiaomi очень стремительно набирает обороты да и смартфоны становятся все лучше и все дороже уже скоро мне кажется до конь по ценам apple и samsung смартфоны ну они очень популярны и у них есть соответственно как у самсунга почему samsung на первом месте что они захватывают весь сегмент рынка у них есть и бюджетные смартфоны и премиального класса также и xiaomi у apple к сожалению бюджетных смартфонов как таковых нету и поэтому в принципе мне кажется что по факту как бы продаж если общих сестра сравнивать только флагманы и брать samsung и xiaomi то apple скорее всего будет на первом месте именно по продажам дорогих смартфонов они вообще всех подряд там куча ямаха представила наушники за 520 евро они с шумоподавлением у них есть 360 градусный звук который сейчас стал очень популярным есть там в airpods ах для фильмов там угол поворачивать у вас меняется как-то звук они честно не сильно я впечатлен вообще от этой технологии вообще нужна ли она вообще мне кажется это как раньше 3d для телевизоров которые сначала вроде как был вау а потом его просто все поубирали потому что он никому не нужен также мне кажется это технология 30 градусов звуком и наушники принципе получились интересные чего ямахи довольно хороший опыт в создании аудио них очень интересные акустические системы усилители и я думаю у них есть действительно опыт чтобы создать действительно хорошие наушники мне кажется стоит их рассмотреть если они вдруг появятся я с удовольствием послушаю формула-1 официально представил новый болид нового поколения соответственно он претерпел внешние больше изменения теперь выглядит такой как футуристичный настоящий гиперкарп и это наверное единственное его изменение публикованы первые фото нового российского истребителя он будет представлен на выставке макс и соответственно пока эти фотографии все там в одеялах ничего особо там вы не увидите ну вроде как я уже смотрел уже начали появляться вроде и фотографии где уже без этих одеял но по факту пример официально состоится на выставке макс илон маск обрадовал геймеров тем что его спутниковый интернет сможет работать с низким пингом пока что он уже работает неплохо в 20 там 30 пинг примерно но для игр нужен пинг еще ниже соответственно они пытаются его реализовать скоростях принципе уже неплохие там до 100 мегабит уже поднимают скорости и в принципе это лучше сейчас интернет из спутникового конечно до наземного ему еще далеко но я думаю все не за горами и очень интенсивно он развивается и с каждым разом когда они запускают новые спутники увеличиваются скорости а стабильность и соответственно уменьшается пинг на этом сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и пока